Ольга Султанова Ольга Султанова Как-то ты мне сказала, что вся твоя жизнь – это постоянный переход. Можешь расшифровать эту мысль? Что это значит? Переход, потому что жизнь, начиная с того момента, когда я себя помню, это произошло достаточно поздно, мне кажется, в детстве. Это все время меняющееся состояние, положение в самой жизни, положение в обществе, роль в обществе. Все постоянно меняется. И, естественно, когда ты дорастаешь условно, доходишь до совершенства одного состояния, ты переходишь в другое. Это, знаешь, наверное, самый главный переход, который случился, он не только со мной, а с очень многими людьми, которые родились до 91-го года. Я еще говорю только в рамках своего поколения. Советский Союз. Это советский. Да, мы родились в Советском Союзе. И потом однажды, в 91-м году, мы узнали, что нет больше родины, где мы родились. Есть другая родина. Есть другая родина, у каждого своя. И эти страны теперь называются по-разному. Сейчас наша родина – Казахстан. Мы живем здесь, это наша страна. Вот это самый главный переход, наверное, и самый первый глобальный переход, который случился. И как все смогли или не смогли перейти, или кто смог, кто не смог, на твой взгляд? Ну, тяжелее всего нашим родителям, потому что все-таки они прожили большую часть жизни в той стране, которой больше нет. И приспособиться им сейчас, в наше время, многим действительно очень сложно. Но там же не один был переход. Там же было два больших перехода, которые коснулись постсоветские страны, по крайней мере. Переход от СССР в 90-е годы и от 90-х в 2000-е. Это тоже был очень большой переход. 90-е – это просто целая эпоха времени, в которой и люди, в которой родились. У меня племянник, он родился в 92-м году. Это вообще другое поколение. И у них абсолютно другие ценности. А какие ценности у того поколения, например, у твоего племянника, и какие ценности у тебя? То есть, в чем разница и как это сказалось на твоей жизни? Ну, здесь я не могу отвечать за всех. Я не могу отвечать за целое поколение. Потому что ценности формируются не только обществом, ценности формируются твоей семьей, твоими родителями. И у меня, ну, как бы мои ценности, они могут не совпадать с ценностями моего же поколения. Потому что каждый переживает свой опыт в жизни. Мои ценности – это честность, это взаимоуважение, открытость и любовь ко всему. Хорошо, ты ребенок Советского Союза. В чем это выражается тогда, сегодня? Ну, я помню молочную кухню и очереди в молочную кухню. Ну, это какие-то привычки бытовые, бытовые мелочи. Я помню вкус советского гематогена. Я что еще помню? Я помню икру черную в трехлитровых банках, которую я не ела, плевалась и говорила, «Мама, я не могу, это гадость». А сейчас, когда, ну, как бы, мама до сих пор мне вспоминает, она говорит, «Икорки черные не хочешь?» Ну, то есть, как бы, вот, какие-то вот такие вещи. Ведь дети, они же… Там невозможно отследить, мне кажется, у детей, закладывающиеся внутри ценностей. Вот там нас научили ценить вещи. Сейчас, ну, как бы, сломалось, но пошел купил. Да, и ты ценишь только, если у тебя, там, денег нет, ты находишься в каком-то, ну, социально не очень хорошем положении. А тогда все были равны. Ну, это, опять же, каждый воспринимает по-разному. Но если я говорю именно в контексте этого, то мы все знали, там, «Я заработаю на вот это». Ну, то есть, как бы, труду учили. Учили тебя трудиться и пониманию того, что даются в жизни подарки. Это я уже сейчас знаю. В жизни даются подарки. И жизнь дарит тебе иногда подарки. И приятные сюрпризы, и радости. Но все-таки поговорку «без труда не вытащишь и рыбку из пруда» никто не отменял. Это так, это правда. И для меня это выражается на сегодняшний день. В том, что ты вкладываешь свою энергию, ты вкладываешь свои силы. Это вот моих проектов сейчас касается. И ты получаешь за это. Хорошо. Ну, а когда произошел твой первый личностный переход? Второй класс – это английский язык. Я помню эту историю чудесную. Ты училась в английской гимназии? Я училась в английской школе. В школе с уклономом английского языка. И у меня была чудеснейшая учительница, которая… Вот с ней прошла такой первый этап от подъема до просто падения. Потому что она начинала вести меня во втором классе. Мы начинали изучать английский. И в итоге я ушла от нее аж в десятом. Но где-то до пятого класса меня устраивало то, как она давала мне знания. А потом начало происходить что-то страшное. Потому что она же стала меня гнобить. И за два года вот таких разговоров я стала думать, что что-то правда у меня очень плохо получается английский учить. Вот прям я не хотела ходить на ее уроки. В седьмом классе у меня за третью четверть было 37 пропусков английского языка. С учетом того, что каждый день у нас было по две, по три пары. У меня была домашняя проверка в школе. Мне очень сильно за это попало. Но я набралась смелости уйти от нее и сказать «нет». И уйти к другой прекраснейшей учительнице, которая буквально за одну четверть подняла мою самооценку и сказала «У тебя очень хороший английский». Только в десятом классе. Ну то есть я потеряла, по сути, пока переживала этот опыт, пока мои мозги дорастали до понимания, что нельзя позволять себя обижать. И если ты растешь, если ты вырос, уходи сразу. Или переходи на следующий уровень сразу. Если ты затягиваешь, это по-любому хорошо не закончится. То есть переход, он всегда связан с ростом? Да, всегда. Всегда. Это определенный потолок, который ты пробиваешь? Да. А что такое рост для тебя? Это расширение собственных границ. Ну то есть это когда… Почему расширение? Потому что понятие роста я понимаю именно вот так. Ну то есть вот… То есть тебе стало вот в этой системе, с той прежней учительницей тесно? Да, мне стало тесно. Мне в отношениях с ней стало тесно. Ну как бы и сейчас происходит ситуация в жизни. Когда мне становится тесно? Становится тесно с близкими друзьями. Становится тесно на работе. Становится тесно в проектах, там, из которых я ухожу. А насколько потом меняется жизнь после перехода? Всегда глобально. Да? Да, всегда. Потому что это же ответственность. То есть ты берешь на себя ответственность. Ты берешь на себя ответственность за то, что с тобой случится дальше. Хорошо это будет для тебя или не очень хорошо, я имею в виду в плане комфорта. Ты за это отвечаешь сам. Ну как бы выбрал, получил. Но в 10 классе что кардинально поменялось? В 10 классе во мне заложились основы говорить нет, когда мне плохо. Я до сих пор учусь говорить нет, но с годами меня радует, что я жестче становлюсь в этом плане, потому что ты учишься с годами ценить себя, ценить свое время, ценить свои силы и понимаешь, что каждый твой час, вложенный в других людей, должен быть окуплен. Хорошо, а что ты делаешь, чтобы грамотно этот переход осуществить? Это импровизация в чистом виде. Ты просто берешь и идешь. Вот и идешь так, какие сейчас обстоятельства. То есть возможно есть смысл в принципе не заморачиваться, а быть здесь и сейчас, смотреть по ситуации, да? Я всегда так живу. Окей, хорошо. Но как с какого-то времени я живу здесь и сейчас. Максимально стараюсь это делать. А что такое здесь и сейчас жить для тебя? Ну это вот сейчас с тобой разговаривать. Это вот сейчас мы сидим здесь в этом прекрасном месте. Это здесь и сейчас. Но ничего другого сейчас не существует. Твой, можно сказать, такой самый глобальный переход произошел несколько лет назад, когда ты кардинально поменяла сферу своей деятельности. Пять лет назад. Пять лет назад, да? Расскажи об этом. Я работала в банке. В банке ВТБ. Я пришла в 2008 году, когда еще банка не было, было только московское представительство. Но я знаю банковскую систему изнутри сейчас. Я проработала в итоге там пять лет. И банк дал мне возможность съездить на полгода в Петербург, закончить университет, потому что у меня еще тогда не было диплома о высшем образовании. Я ушла в отдел по рекламе и связям с общественностью и занималась банковским пиаром. И в итоге, это был 11-й, спокойно я проработала год там. А потом мне стало становиться тесно. И спустя еще год, в феврале 13-го, я ушла из банка. А в чем выражалось вот это «стало становиться тесно»? Я вдруг поняла, что работая в офисе, ты трудишься на систему. И твои силы, по сути, ты видишь результаты своих трудов? Ну, там листовки напечатали. Окей. Филиал оформлено, до сих пор хожу, любуюсь, когда бываю в тех городах Казахстана, где бываю. Все равно твои силы пожирает система. Причем ты же существуешь не с 9 до 6 в офисе, ты же до 9 собираешься в офис и думаешь о работе. То есть ты отдаешь свою энергию в систему. С 6 до сна ты тоже думаешь о работе, потому что ты обсуждаешь ее дома, ты обсуждаешь, какие у тебя скандалы, интриги, расследования произошли за этот день. Ты думаешь о том, что надо сделать завтра. То есть твоя энергия, по сути, жрется круглосуточно, кроме сна. А платят себе с 9 до 6 за работу. Но у тебя ведь в банке было все очень хорошо, то есть хорошая была позиция, тебя уважали... У меня все было прекрасно. Тебя уважали коллеги. Ну, не устроила, как ты говоришь, система. Но ведь все есть система. Это да. Весь наш мир – это система. Но и я стараюсь жить по правилам системы, потому что я знаю, что если я нарушаю правила Вселенной, меня за это бьют. Или просто тебе тесно в одной системе, и ты осуществляешь переход в другую? Я думала, на самом деле, когда уходила из банка, что я вырвалась на свободу. Пока я не поняла, спустя еще несколько лет, что я в итоге создаю сама свою систему. То есть, что все существует в системе. Я долго разбиралась в том, почему я ушла из банка. Потому что это же было такое сильное неприятие со стороны моей семьи. Я очень долго делала анализ, почему же так получилось. Ну, смотри, ты ведь не сразу пришла к этому решению, чтобы уйти. Как оно созревало? Это началось весной 2012 года. Мы сидели, значит, на террасе одной из кофеин с моими подругами. И разговаривали о том, что, ну, как было бы хорошо, наверное, открыть свое дело. А еще тут заниматься рекламой. Ну, какая-то вся такая реклама продажная. А давайте она будет не продажная, а давайте она будет полезная. А что такое полезная реклама? Социальная реклама. Ну, что такое социальная реклама? Мы стали обсуждать, как-то это все раскручивать. В итоге это привело к тому, что в 2012 году мы сделали, летом же это приготовили, и сделали первую в Казахстане, как выяснилось потом, выставку детских рисунков детей-аутистов. Она называлась «Говорящее молчание». Была прекрасная выставка, причем нам помогли кофейне города, наши друзья, которые были хозяевами этих кофеин, чтобы картины простояли, там было две экспозиции. Короче, это было все очень здорово, и это вызвало большой общественный резонанс. Как, опять же, выяснилось потом, на тот период аутизм даже не был внесен в Казахстане в этот огромный реестр болезней. У тебя появилась деятельность для души, ты работаешь в банке, но любишь заниматься вот такими проектами. Да, да. Это была моя поездка на Шри-Ланку еще перед этим весной, когда я уехала одна, и это было такое... Ну, я очень сильно устала, я просто взяла отпуск. Вернулись мы в итоге в ноябре, и как-то так на работе произошел такой очень скандальный инцидент у меня с подготовкой к Новому году. С кем? Мы так сильно, с моей руководительницей, мы так сильно поругались. Это как раз-таки и был, собственно, переход. И мы очень сильно с ней поругались на тот момент. И я помню, что я ехала там к подрядчикам на склад какие-то штуки смотреть, которыми надо было. У меня на руке была ниточка, которую мне повязал монах на Шри-Ланке. Он повязал и сказал, когда твое желание сбудется, она порвется. Она мне уже успела сто тысяч раз надоесть, и все, она никак не рвалась. И я ехала, я очень сильно зла была на всю эту ситуацию, на всех. Я тяну эту ниточку, естественно, из-за нервов, и она рвется. Я такая, думаю, все, завтра приду, утром напишу заявление на Валене, все, хватит. Я приняла решение, пришла, думаю, злющая, проснулась на следующее утро, меня не отпускает. То есть обычно там утро вечера мудренее, да? Думаю, ладно, пойду себе чаю еще налью, еще немножко подожду. Надо еще, похожу. Ну что-то вот как-то, не решаясь пока. Я встаю, у меня из кармана попадает эта нитка, потому что я ее куда-то запихала. Ну, я одела, причем одни и те же штаны. Я вот так смотрю на эту ниточку, она упала на поток. Думаю, блин, нет, 50-ой напишу заявление. Я села, написала заявление. В итоге мне не отпускали 4 месяца. И вот случился февраль 13-го года, когда в итоге было подписано заявление на увольнение. Я ушла в никуда. И вот ты ушла из банка, и чем ты занималась потом? Ну, то есть у тебя же какая-то реабилитация была, да? То есть ты же не сразу... У года. У меня была реабилитация. Что ты делала? Я гуляла в парках по утрам, рисовала, спала сколько я хочу. Я вообще ничего не делала. Я вообще ничего не делала. Я уехала к родителям, в отчий дом свой в Октябрьске. Залезала там раны. Ну, просто я ничего не делала. Я существовала. Это было, на самом деле, очень крутое время, потому что прожить из полгода, месяца 4 в состоянии здесь и сейчас вообще абсолютнейшем, когда у тебя никаких задач нет. У тебя нет проектов, у тебя нет работы, тебе никто не звонит, тебя вообще никто не трогает. Связи оборвались, потому что, ну, то есть там была семья, и там было сконцентрировано мое внимание. Такая рабочая семья. А потом ты занялась театральным продюсированием. Как пришла вообще сама идея, как все было? Идея пришла в тот же период, когда я ничего не делала. Ну, понятное дело. Мы разговаривали с друзьями, вот нас, собственно, было четверо. И мы разговаривали с друзьями и думали, ну, мы же дальше хотим заниматься чем-то полезным для общества. А что мы умеем делать? Мы все пиарщики, рекламщики, что делать? Культурой давайте займемся. Ну, надо что-то поискать, надо подумать. Давайте подумаем. Мы так закинули эту мысль в пространство. Это был конец театрального сезона. И мы пошли с моей подругой Настасьей, пошли в театр Артишок. Пошли мы, приходим, значит, сидим, смотрим спектакль. Я не помню уже какой. Смотрим спектакль. И я говорю, слушай, а что здесь все старше нас? Нам, ну, по 25. Вот в тот же вечер после Артишока шли в ночной клуб. И там все родители. Пришли мы в ночной клуб. И она говорит, слушай, давай исследование сделаем. Я говорю, какие? Она говорит, меня мучает вопрос, почему в театре нет молодежи? Ну, мы пошли, сделали опросы. Как-то все нам стали отвечать, что театр это неинтересно. А у нас вот такие глаза, потому что мы вышли в восторге от спектакля. Как это? Как это неинтересно? Это круто! И родилась тогда идея. Что-то надо с этим делать. Это проблема? Проблема. Ее надо решать. Как решать? Давайте театральный фестиваль сделаем. У нас же нет театрального фестиваля? Нет театрального фестиваля. Давайте сделаем, давайте. Вот из-за этого получился театральный фестиваль. То есть ты решила поменять отношения молодежи, да? Да. Мне хотелось показать вот этим молодым людям, в итоге, которые сейчас целевая аудитория фестиваля, с которыми я работаю, это те, кому от 16 до 25, мне хотелось сказать им, ребята, театр это модно. Окей, но ты продолжаешь заниматься театром до сих пор. Почему? То есть могла бы тогда сделать театральный фестиваль, и все, и на этом все закончилось бы, да? Но ты дальше продолжаешь. Нет, это дело моей жизни. Я этим живу, это моя жизнь. Это театр, и я очень рада, что я занимаюсь этим. В 2015 году я получила грант продюсерской компании ArtSend в Москве, и они совместно с Минкультом России делали грант, и там, значит, был клуб молодых продюсеров. Я вот туда чуть больше полугода провела в Москве на стажировке в театрах. И когда я писала мотивационное письмо на этот конкурс, я поняла вдруг, что театр окружал меня всю мою жизнь. Начиная с садика, где я в детском спектакле играла бабочку. Потом дальше, ну как бы и университет, потому что я писала дипломную работу, как выяснилось, потом по театральному фестивалю. Просто я забыла и вспомнила, когда мы решили его делать с друзьями. Собственно, кризис мой личностный в банке, он начался даже не с 12-го, он начался с 11-го года. Я однажды вечером, это уже было, что там проекты, работы, и я так устала, листаю компьютерную, ленту каких-то социальных сетей. Там вылазит объявление. Первая театральная студия, кстати, в Алма-Ате, она образ называлась. Вы устали от всей этой суеты и готовы на большее? Приходите к нам на курсы актерского мастерства. Меня так вставила эта фраза, что я полгода отходила на курсы актерского мастерства. И вот это вот все, что рядом, около, вокруг театра. А я еще в кукольный кружок ходила, я забыла. Я там играла зайку. Получается, это какие-то подсказки были все время? Это все время были какие-то подсказки, которые никогда не отслеживаешь, пока в кучу это все не собираешь. Ну а почему именно продюсирование, а не какая-то другая должность? Ну потому что я не актриса. Я не вижу себя на сцене. Я не вижу театр так, как его видят актеры. Я не вижу зрителей так, как их видят актеры. Я вижу театр сверху. Для меня все, что связано с театром, это все процессы. Я вижу, как что должно перемещаться, по моему мнению. Естественно, по моему мнению, в соответствии с правилами, которые существуют в театральной системе, и в проектном менеджменте, и в организации мероприятий, и так далее, и так далее, как это все должно между собой работать, и что должно получиться на выходе. А что для тебя есть театр в широком смысле слова? Ну это вся жизнь. Вся наша жизнь – это театр. Вот мы с тобой сейчас сидим, у нас перформанс. Я не знаю, выйди на улицу, посмотри на всех. Это все перформанс, один большой глобальный спектакль. И когда я развлекаюсь так, когда хочу отдохнуть, я работаю где-нибудь в кофейне, когда я хочу разгрузить свои мозги, я отключаю телефон, компьютер закрываю, я просто сажусь и начинаю дописывать фразы той парочке, которая сидит за соседним столиком, или там, ну что-то такое, это очень смешно. Но ты понимаешь, что это на самом деле так. Ну а вот если я, например, бизнесмен, то чем мне может быть полезен театр, если я буду заниматься им? Ну как минимум техникой ораторского мастерства. Еще? Сэндрич, сценическое движение, которое тоже важно, когда ты выступаешь, как поворачиваться, как общаться с аудиторией, как себя преподносить. Вообще техника актерского мастерства, она очень полезна людям, которые занимаются бизнесом. Это ведь магия, театр – это магия. И актеры прежде всего наполняют энергией зал. Когда они выступают, это энергетика. Это то, ну вот, почему фестиваль у меня называется «Откровение». Потому что вот для меня это диалог актера и зрителя. И вот когда один для себя понимает что-то, от другого забирая, и другой для себя понимает что-то. Вот это откровение. То есть это обмен энергией. Смотри, театр, существует гипотеза, что он произошел из ритуала. И ты говоришь о том, что театр – это волшебство. Ну, например, древние племена могли нарисовать животное, танцевать вокруг него и протыкать копьями, для того, чтобы охота была удачной. Вот насколько волшебен он в твоей жизни, театр? Ну, это все магия. Ну, как бы хороший спектакль – это реально магия. Потому что после хорошего спектакля ты выходишь другим человеком. То есть театр – это своего рода место силы, да? Это, конечно, это место силы. Это место силы, и не только в физическом понимании этого, в ментальном плане понимания этого. Это место силы, в принципе, потому что там соединяются люди. Это коммуникации, это обмен энергиями на разных уровнях. Раз уж мы начали говорить о некой мистичности театра, то давай поговорим еще о таком твоем видении, как вера в знаки, да? Потому что я знаю, что ты в них веришь, и ты уже озвучивала. Это ниточки, которые порвались, когда ты меняла сферу деятельности, да? Это фраза, которая к тебе пришла, различные подсказки. Кроме того, ты носишь много украшений, в которых много символов, да? И ты считаешь, что они работают. Вот как ты к этому пришла? Что значат для тебя знаки? Какие они бывают, вот эти самые путеводные знаки в жизни? А еще для меня знаки, ну вообще, в принципе, если говорить про меня, все знаки в моей жизни, они составляют такую некую путеводную карту знаковую, которая есть во всех процессах в моей жизни. И что туда входит? Фразы, слова, внутренние ощущения, состояние, настроение. Себя важно слушать. Вот интуиция – это, наверное, то, над чем каждому человеку стоит потрудиться. Потому что она есть у каждого, но не каждый занимается ее развитием. А как развить интуицию? Слушать себя, любить себя, любить себя, уважать себя. Потому что на этом фундаменте любви к себе, здоровой любви к себе, не эгоизма, а именно любви к себе, ты слышишь, что вдруг, я не знаю, собираясь на встречу, да, ты не хочешь, чтобы она состоялась. И когда ты слышишь это, если ты думаешь, пойти или не пойти, и, ну так себе, что-то тихонечко внутри говорит, давай отложим, всегда есть ответ внутри, просто вот послушать себя. И ты откладываешь встречу, а потом, я не знаю, что-то случается. И хорошо, что она сейчас не состоялась, потому что что-то произошло. Или контракт в итоге сорвался, или если у тебя не состоялась встреча, не получилось с людьми поработать, а они потом мошенниками оказались. Это же тоже знаки. И если ты не слышишь себя, то, ну вот ты связался, там, например, и все очень плохо закончилось. Мы не слышим внутренний голос из-за суеты. Вот суета, вот это вот бежание наше по жизни, оно сильно забирает силы на то, чтобы себя слушать. Получается, те полгода, когда ты ничего не делала, ты слушала себя? Я училась слушать себя. Фестиваль Откровения. Какие сложности наиболее значимые возникали? Первый период очень сложный эмоционально, был в 2014 году. Там, по-моему, на меня свалилось все сразу, и куча проектов, и болезни, и папа умер. Это был ад. 130 человек мы привезли тогда в Казахстан. Но это прям, это большой проект был для меня. Потому что я выполняла, по сути, все эти задачи впервые в таком объеме. И что ты делала, чтобы справиться с трудностями? Я ничего не делала. Я, в смысле, я просто жила. Я просто маленькими шагами шла и что-то осуществляла. И все получалось. Я не задумывалась тогда глобально над тем, зачем все это, что это такое и так далее. Ну и, собственно, ситуация, которая произошла в этом году. Мы офигенно провели фестиваль. Четвертый уже Откровение. Очень хорошие результаты творческие. Но фестиваль оказался в долгах больших. Потому что без государственной поддержки крайне сложно делать его. Спонсоры, которые должны были поддержать. Ну вот до последнего. Там велись переговоры. Не получилось. Это какой-то риск финансовый, который был. Ну и потом видишь, фестиваль существует с продажей билетов. То есть, что продала, то и заработала. А билеты не продались. Почти на 5 миллионов. Не почти на 5 миллионов, а там чуть больше, чем на 5 миллионов. Это как-то прям очень печально. В общем, долг составлял 9,7 миллионов. И тоже, ну то есть, я, ладно, я села, я поплакала по этому поводу. А потом я поняла, что что-то надо делать. И как-то раз один человек мне говорит, слушай, я хочу тебе помочь. И дает мне денег. Я говорю, ну, говорит, ну, я хочу тебе помочь. А потом коллеги уговорили меня написать открытое большое письмо. И обратиться просто за помощью. И сказать, ребята, ну блин, вот я в такой ситуации. Помогите, если можете. Благодаря краудфандингу, вот такому стихийному, который случился из моего письма, мы собрали 2 миллиона, 2,5 миллиона. 2,5 миллиона на культуру, на театр. Не на будущий проект, а на закрытие долгов прошлого. Это просто нонсенс. Но я очень благодарна. Много людей помогали. И я с очень многими людьми подружилась за этот период. У фестиваля до сих пор есть долги, до сих пор на меня пишут досудебные претензии. Я получаю там, делаю проекты, какие-то вещи и что-то частично перекрываю. А параллельно продолжаю искать инвесторов, спонсоров и планирую будущий фестиваль. Но вот этот случай со сбором средств, он также показывает то, что люди все-таки могут объединиться, и что мы какая-то единая система, да? То есть вот ценность в этом еще. Люди прекрасны. Я очень люблю всех, кто меня окружает. Я вообще обожаю людей. Потому что каждый человек, каждый человек уникален. Когда ты действительно об этом задумываешься, не просто вскользь эту мысль думаешь, а когда задумываешься, так ценишь людей. То, что касается Алматы, вообще в частности Алматы, это город, у которого гражданская позиция людей и гражданская активность за последние несколько лет, в частности, вот после кризиса 15-го года, она выросла просто в разы. У нас сейчас так много мероприятий происходит, которые делают не Акимат, а которые делают люди. И потом, когда это проходит, Акимат говорит, что там у вас интересное было. Ну-ка, давайте мы чего-нибудь сделаем. Они, ну как бы, ладно, они стараются где-то в своем духе. Но мне очень печальна ситуация с культурой, с культурными мероприятиями, которые сейчас в Алматы происходят. И в частности, с их государственной поддержкой. Это моя гражданская позиция. Это то, что меня заботит, как человека, который живет в своем городе, любит его и хочет его развивать. Ну, кстати, о людях. Однажды ты мне сказала, что основная проблема во многих сферах, это то, что люди не могут говорить друг с другом. Что ты имела в виду? Люди не умеют разговаривать. Мне очень хочется пожелать всем людям на земле научиться разговаривать друг с другом. Дискоммуникация и неумение проговаривать свои эмоции, свои мысли спокойно, абстрагируясь от обстоятельств. Да, мы все эмоциональные. Но когда ты вот подходишь и садишься и говоришь, знаешь, вот такая ситуация, мне страшно. Или давай с этим как-то вместе. Ну, помоги мне. Уметь просить помощь. Уметь быть добрым, великодушным. И уметь вот проговаривать свои эмоции объективно, потому что нам проще отправить смс-ку, где ты пишешь «извини, прости», чем прийти, поговорить, если ты действительно… Ну, что ты сделал не так? Вот сейчас поговорим и решим, что мы будем делать с тобой с этим дальше. У меня в гостях была Ольга Султанова. Она в решении тех или иных трудностей слушает себя, использует возможности, которые видит и просто живет. С вами был Юрий Толочко. До новых встреч.